Законы Киргофа. Законы Киргофа, так же, как и закон ОМА, являются формой законов сохранения энергии. И вот, в частности, первый закон Киргофа, который устанавливает связь между токами в узлах электрической цепи. Если мы любой произвольный узел любой электрической цепи, например, вот узел, показанный на слайде в верхней части рисунка, окружим какой-то поверхностью, ну, в частности, мы можем предположить, что эта поверхность у нас эквипотенциальная какая-то, то есть потенциалы всех точек этой поверхности по отношению к потенциалу самого узла одинаковы. Тогда работа, совершаемая по перенесению зарядов с этой поверхности к узлу, будет равна, соответственно, энергии, которую переносят эти заряды, направленные к узлу в единицу времени. И численно она будет равна разности потенциалов между потенциалом поверхности и потенциалом узла, умноженной на сумму зарядов, которые проходят через эту поверхность в направлении узла. Точно такое же выражение мы можем составить для зарядов, которые выходят из узла и уходят за пределы этой замкнутой поверхности. Они здесь обозначены индексами отрицательными. В соответствии с законом сохранения энергии, у нас энергия зарядов, которые входят в эту поверхность, должна быть равна энергии зарядов, которые покидают эту поверхность. В противном случае, внутри этой поверхности должно было бы происходить какое-то изменение энергии. А поскольку внутри нет никаких процессов и источников, которые могут изменить энергию этих зарядов, то, следовательно, эти энергии, входящих в поверхность зарядов и уходящих из нее, должны быть одинаковыми. Ну, соответственно, сумма этих величин энергии зарядов входящих и выходящих из поверхности равны. Отсюда мы можем, заменив знак в правой части, сократить это уравнение на величину числителя вот этого. И получится, что в левой части у нас находится отношение суммарного числа зарядов, входящих в поверхности, ко времени, в течение которого они туда проникают, равное числу зарядов, выходящих из поверхности, к тому же самому времени. А это отношение является ничем иным, как током. То есть сумма токов, входящих в поверхность у нас, равна сумме токов, выходящих из нее. Но поскольку у нас в эту поверхность заряды проникают только посредством проводников, которые входят в эту поверхность, следовательно, вот это отношение суммы зарядов ко времени является ничем иным, как суммарным током. Ну, отсюда, собственно говоря, и получается вот одна из форм выражения первого закона Киргофа. Сумма токов, подходящих к любому узлу электрической цепи, равна сумме токов, выходящих из нее. Или в другой формулировке, совершенно идентичной, можно сказать, что алгебраическая сумма токов в узлах электрической цепи равна нулю. Вот, собственно говоря, таким образом мы можем подтвердить в первом приближении справедливость этого закона Киргофа для узлов электрической цепи. Кроме узлов электрической цепи нам потребуется еще понятие контура для определения второго закона Киргофа. Прежде чем определить это понятие контура, очевидно, нам нужно определить еще понятие ветви, поскольку это тоже топологическое понятие, оно совершенно необходимо для любого анализа любой электрической цепи. Таким образом, ветвью называется связанная совокупность элементов электрической цепи между двумя узлами, создающая путь для протекания электрического тока. Ну вот, из такого определения следует, что поскольку это совокупность элементов между двумя узлами, следовательно, в пределах ветви никаких других узлов, кроме тех, между которыми мы рассматриваем эту ветвь, находиться не может. Еще одно важное топологическое понятие, необходимое для формулировки второго закона Киргофа, это понятие контура. Значит, замкнутым контуром является любой путь вдоль любой последовательности ветвей электрической цепи, по отношению к которому мы рассматриваем работу по перемещению зарядов. Таким образом, второй закон Киргофа формулируется как равенство суммы падения напряжения вдоль любого замкнутого контура электрической цепи сумме ЭДС действующих контурей. Ну, опять-таки, вот здесь слева мы записали эти суммарные выражения через падение напряжения или разность потенциалов и заряды, которые перемещаются по этому контуру. И таким образом получается, что вот это у нас энергия, которая требуется для перемещения этих зарядов по контуру, а это, соответственно, энергия, которая поставляется в этот контур источниками электродвижущей силы. Ну, опять-таки, исходя из закона сохранения энергии, эти величины должны быть равны. Отсюда получается у нас вот это, так сказать, выражение для закона Киргофа. Здесь в этих суммах у нас знаки, знаки падения напряжения на элементах этого контура и источников ЭДС, действующих в контуре, положительны, если направление падения напряжения и направление действия ЭДС совпадают с направлением обхода этого контура. В принципе, направление обхода мы можем выбирать любым, но всегда требуется выполнение вот этого условия при выборе знаков для составления уравнения по закону Киргофа. Часто электрическую цепь проще предварительно преобразовать, чем составлять уравнение и искать решение для всех элементов, входящих в электрическую цепь. Ну, например, для такой ветви, как показано здесь на рисунке, состоящей из набора резистивных элементов, из М резистивных элементов, мы можем заменить все эти резистивные элементы одним единственным резистивным элементом, сопротивление которого определяется из уравнения, поставленного на основании закона Ома, ну и Киргофа тоже. Поскольку падение напряжения на всем этом участке равно сумме падения напряжения на отдельных элементах, то есть У1, У2 и так далее до УМ, а падение напряжения на каждом из резистивных элементов является произведением силы тока, протекающего через элемент на величину электрического сопротивления, то у нас получается сумма, в которой каждая слагаемая имеет одинаковые множители. А ток, протекающий по этой ветви, у нас во всех элементах одинаковый, поскольку у нас здесь нет внутри этого участка ни одного узла, а в принципе ток может изменить свое значение, исходя из тех определений, которые мы дали, только в узле электрической цепи. Таким образом, вынося за скобку общий множитель для этих слагаемых, мы получим выражение для общего суммарного сопротивления, эквивалентного двухполюсника для вот этого множества последовательно соединенных резистивных элементов. Суммарное сопротивление у нас, эквивалентное сопротивление, равно сумме сопротивлений всех элементов, образующих это соединение. Между двумя узлами электрической цепи может располагаться любое количество элементов. Ну вот, как показано на этом верхнем рисунке, здесь между двумя верхним и нижним узлом располагается M-резистивных элементов. Мы можем преобразовать такое соединение, которое называется параллельным соединением, эквивалентное соединение двухполюсник с одним эквивалентным резистивным элементом, сопротивлением R. Для этого нужно воспользоваться уравнением Киргофа для узлов, ну, например, для верхнего узла. Если считать, что токи, выходящие из узла, положительны, то, значит, суммируя эти токи, мы получим значение тока, входящего в этот участок электрической цепи, общий ток И, и, представив каждый из токов в виде произведения разности потенциалов между узлами на проводимость каждого из резистивных элементов, мы получим выражение, по которому суммарная проводимость этого участка равна сумме проводимости всех элементов, входящих в соединение. Проводимость — это величина обратная электрическому сопротивлению. Отсюда мы получаем вот такое выражение для общей эквивалентной проводимости участка параллельного. Ну и отсюда мы можем найти величину электрического сопротивления, соответствующую эквивалентному двухполюснику, величину R. Ну, она представляет собой величину обратную от этой суммы. Это можно раскрыть через произведение. Тут выражение такое, получается, в общем виде несколько сложное, но для наиболее часто встречающихся случаев соединения двух или трех элементов эти выражения показаны вот здесь, в правой нижней части слайда. Для параллельного соединения двух элементов эквивалентное сопротивление R1-2 равно отношению произведения этих элементов к их сумме. А для соединения трех элементов это будет отношение произведения сопротивления этих трех элементов к сумме парных произведений, в каждом из которых отсутствует один из сомножителей. То есть вот R1-2, R2-3 и R1-3. Вот таким образом мы получаем способ преобразования электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов в эквивалентные двухполюсники, параметры которых соответствуют эквивалентному резистивному элементу.